приветствую вас в этом видео на связи дмитрий гончаров и я хочу рассказать вам как нужно правильно обновлять движок jumla для этого нам нужно с вами перейти в административную панель нашего сайта я покажу на примере своего блога как это делается дописываем хост виде администратор слова в конце домина и переходим на страницу авторизации в админке указываем свою свой логин указываем свой пароль и нажимаем войти после входа в админку система проверяет какая версия у вас сейчас установлена и сравнивать с той что находится на сервере разработчика если у вас версия новая то укажет что обновление не требуется или вообще ничего не напишет и если у вас версия устаревшая и появилось обновление то у вас будет подсвечиваться вот здесь в левой нижней части экрана написано новая версия и просьба обновить и также будет здесь напоминание выскакивать плюс напоминание что нужно обновить какое-то количество расширений а текущая версия вашего движка указывается вот в правом нижнем углу на данный момент у меня установлена версия 3.9.4 что нам нужно сделать чтобы обновить движок нам нужно перейти в раздел обновления это можно сделать с помощью вот этой кнопки нажать на нее мы переходим вот сюда либо меню компоненты здесь есть вкладка обновления джума мы получается что через эту кнопку попадаем с главной странице панели администратора когда она появляется то есть фактически после входа после авторизации в админке а вот в этот вот в раздел мы можем попасть из любого места админки через меню переходим на страницу обновление что мы здесь видим здесь у нас с вами есть предупреждение система предупреждает нас о том что перед обновлением нужно убедиться что установлено расширение совместимы с новой версии джума что это значит это означает что какие-то компоненты и модули которые вас уже установлены на сайте после обновления могут стать недоступны либо работать некорректно в связи с несовместимостью снова версии про это нужно всегда помнить и делать бэкап сайта перед обновлением обычно сейчас все современные хостинги делают бэкап автоматически то есть раз в сутки делают бэкап сайта на случай если он будет поврежден то можно будет восстановить либо это делается сторонними расширениями которые устанавливаются на сайт и перед каждым обновлением надо не забывать делать копию потому что если вы обновитесь и потом у вас сайт полетит то вы замучаетесь его восстанавливать придется что-то делать по новой потому что изменения будут критические либо если у вас есть бэкап то просто откатиться и нара более раннюю версию дальше здесь мы видим с вами две вкладки автоматическое обновление загрузка и обновление автоматическое обновление подразумевает что пакет обновление будет загружаться с сервера самой jumla вот здесь указана ссылка на этот пакет и способ установки здесь есть загрузка через ftp записывать файлы по ftp гибрид использования в теперь только при необходимости вот этот вариант но я обычно когда этими двумя вариантами не пользуюсь всегда стоит по умолчанию записывать файлы напрямую на хостинг после этого мы просто должны сами нажать установить обновление и у нас пойдет процесс обновления это что касается автоматически дальше какая еще есть возможность обновляться вот здесь есть вкладочка загрузка и обновления здесь возможность загрузки пакетов jumla для обновления это на случай если у вас не будет интернет либо есть какие-то ограничения допустим когда блокировали всякие различные интернет айпи адреса то сервера jumla были недоступны и вот автоматическое обновление не срабатывало сейчас она работает уже но не помню когда это может быть год назад полтора обновления не срабатывали и приходилось загружать пакеты обновления и обновлять вручную то есть нажимать выберите файл на компьютере брать пакет обновления и обновляться где брать эти пакеты это нужно перейти на сайт jumla давайте зайдем на их сайт jumla.org и здесь в разделе загрузки есть как скачать последнюю версию движка так и апгрейд пакет то есть пакет обновления нажимаю вот эту кнопку попадаем в раздел что мы здесь можем с вами сделать мы можем скачать также версию jumla 395 то есть последнюю полный пакет full package и здесь несколько вариантов то есть различные виды архиватор форматов то есть торбы за 2 2 джизе zip и вот здесь ниже идут уже пакеты обновления здесь написано с какой версии до какой идет обновление то есть если у вас сейчас установлена версия 394 здесь есть пакет обновления jumla 394 до 395 также он идет в трех вариантах архиваторов то zip и gzbz2 ниже идет уже версия обновления семейства jumla 39.x то есть с 39.0 39.1 2 3 4 и до последней версии также трех вариантах расширение архиватора и здесь идет уже так далее да то есть различные версии то есть получается что здесь даже написано что тут вариант обновления возможен даже с jumla 25 и версии 3 . то есть 3.2 и внутри 3 1 3 2 3 3 и так далее и вот до последней версии то есть зависимости от той системы которая вас установлена на текущий момент вы выбираете пакет обновления скачиваете его и уже здесь получается что вот в этой вкладке выбираете этот файл и нажимаете загрузить и установить и ваша система будет обновлена потому что многие работают еще на локальных серверах то есть когда устанавливают движок и ставят его не на хостинг ставят на локальный компьютер и без интернета работают с сайтом такое возможно это обычно вот разработчики так делают но я не привык так работать я привык сразу все в боевых условиях делать на самом хостинге уже поэтому такие обновления я почти никогда не делал единственное делал когда сайт очень уже старый то есть у клиент давно его не обновлял и приходится его вот до последней версии доводить и с помощью бэкапов и обновления от версии к версии доводил движок до последней версии обновлений проверяя после каждого обновления работоспособность все всего сайта всех элементов чтобы ничего не слетело давайте попробуем сами сделать обновление то есть сейчас сделаем автоматическое обновление воспользуемся этот способ самый актуальный и работает без проблем нажмем установить обновление немножко нужно подождать пока произойдут соединение сервером иногда это занимает довольно таки длительное время не знаю что связано возможно сервера jumla долго отвечают на какое-то время подождав происходит загрузка обновления и система пишет что обновление завершено видим с вами что у нас пошло обновление сейчас еще пару секунд и наше обновление буду с вами установлен все система показывает что ваш сайт был успешным для обновлен до версии jumla 3.9.5 также мы с вами видим что в нижнем правом углу наша версия изменилась стала jumla 3.9.5 давайте вернемся в панель управления и проверим что у нас оповещение уже не выскакивает версия jumla самая новая здесь показывает что нам только нужно обновить некоторые расширения перейдем на главную страницу проверяем что у нас никаких нету сбоев все работает все разделы у нас функционируют никаких нет у нас нюансов связанных с версткой и работоспособностью всех элементов авторизации все работает все нормально таким образом мы с вами сейчас провели обновление нашего движка и еще такой момент я хотел бы вам рассказать по поводу оповещений многие мои клиенты жалуются что им постоянно приходят оповещение об обновлении движка как это настраивается в разделе пользователей если мы перейдем менеджер пользователей здесь у нас есть с вами список наших пользователей сайта здесь есть администратор то есть супер юзера допустим я мой адрес электронной почты мой логин и если мы сейчас зайдем пользователя то здесь у нас есть во вкладке пользователь есть такая вот такого переключатель получать системные письма если будет стоять отметка да то вам на почту будут приходить всегда оповещение об обновлении допустим вышло новое обновление и сам сайт начинают ссылать вам с периодичностью какое-то время вот эти вот сообщения о том что обновитесь появилась новая версия и я ставлю обычно когда клиенту делаю сайт я его делаю потом супер администратором чтобы он сам управлял своим сайтом и ставлю ему эту галочку чтобы получать системные письма если клиент просит убрать это по каким-то причинам и не хочет получать здесь достаточно просто поставить нет либо если у вас есть доступ к сайту вы управляете иногда какие-то носите корректировки и вы обновляете движок то есть у вас есть какая-то договоренность с клиентом то можете себе это оставить а если у клиента также есть доступ к к админке да тоже к сайту но вы не хотите чтобы он получал вот эти постоянно напоминания то у него эту галочку этот переключатель надо выключить либо наоборот ему оставить а себе выключить чтобы клиент сам занимался обновлением и так далее на этом у меня все я рассказал все что хотел не забывайте подписываться ставить лайки и ставить колокольчик чтобы получать оповещение выходе новых видео на этом все пока